Настольная игра «Драконье королевство». Исследуйте остров дракона, выкладывая игровые тайлы по принципу домино. За каждое совпадение по ландшафту игрок получает жетон с яйцом дракона. Яйцо может оказаться пустым, или в нем может оказаться малыш-дракон. Игрок, собравший малышей драконов больше других игроков, станет победителем. Ход игры. Играть может от двух до четырех игроков. Каждый игрок получает один стартовый тайл. Их легко отличить, они двусторонние. Все остальные тайлы перемешиваются и складываются в коробку. Затем мы берем четыре тайла и выкладываем их на стол. Также нужно выложить все жетоны яиц и отсортировать их по цвету. Самый младший игрок получает фишку мамы дракона. Он и начинает игру. В свой ход игрок выбирает один из свободных тайлов и прикладывает его к своим тайлам. Если ландшафты разные, то ничего не происходит. Но если удалось соединить одинаковые ландшафты, то игрок получает один жетон с яйцом. Затем можно его перевернуть и проверить, что попалось. Далее ход переходит игроку по часовой стрелке. Он также выбирает себе тайл, прикладывает его к своей области. И если ландшафт совпал, берет жетон с яйцом такого же ландшафта, переворачивает его и проверяет результат. Снова попалась пустая скорлупа. Игрок не зарабатывает очков, но к нему перемещается фишка мамы дракона. После того, как все игроки сделали свой ход, оставшиеся тайлы сбрасываются и на стол выкладывается 4 новых тайла. В новом раунде первый ход делает тот игрок, у которого на руках фишка мамы дракона. Если в процессе игры получается выложить тайл так, что сразу две области будут совпадать по ландшафту, то игрок получает по жетону за каждое совпадение. Так можно за один ход найти сразу несколько малышей драконов. После того, как заканчиваются тайлы, подсчитываем, сколько малышей драконов удалось найти. Тот игрок, который нашел больше всего, объявляется победителем. Также в игре есть небольшое усложнение. На некоторых тайлах изображены водоемы. Если получается соединить тайлы так, что хотя бы на одной из сторон есть водоем, то игрок может взять сразу два жетона, подсмотреть, оставить себе только один, а второй вернуть обратно. А если при присоединении нового тайла образуется сразу несколько областей с одинаковым видом местности и водоемами, то это правило применяется к каждому из них. Отдельно хочется отметить качество компонентов игры и организацию хранения внутри коробки. Сами тайлы где-то 3-4 мм толщиной, ламинированные с двух сторон. Все жетоны можно отсортировать по цвету, не нужно ничего раскладывать по пакетикам. Потом просто эта коробка закрывается, и у вас все готово к следующей игре.